Стихами из Библии сейчас, в этом присутствии Бога, я спою это благословение сейчас на вас, и на дома ваши, и на город ваш, и на область, и пусть Господь смогущий обратит свое лицо святое сегодня, этим вечером, и пусть его лицо будет обращено, чтобы благоставлять нас. Я спою это благословение на еврейском языке и на русском языке, это благословение в 4 книге Моисея, в 6 главе, в самом конце 3 стиха, которые сам Бог дал однажды Моисею, чтобы тот передал Аарону и сыновьям его это благословение. И среди нас, может, не так много евреев по крови, знаете ли, но по нашей общей вере, нашего Спасителя Господа и Бога, мы наследники великих благословений Божьих сейчас. И знаете ли, я почему еще на еврейском поле это благословение люблю петь, не только потому, что это на язык нашего Господа Иисуса, но его земной жизни, но еще потому, что очень много всего в этом благословении, что даже в пространном переводе не передать, не передать, знаете ли, очень много благословений. Многие слова этого благословения имеют десятки значений и не хочется обкрадывать народ, хочется все это, чтобы Господь излил сейчас на нас. Я пою это благословение сейчас и даже на тех, кого сейчас нет с нами, но кто не смог прийти в собрание, допустим, но хотел бы прийти, чтобы и там, где они находятся, чтобы это благословение извилось сейчас и на всех любящих, боящихся Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немножко для разнообразия нашего, значит, кое-что слышали, значит, и как-то вспоминали себя, кто как обратился, правда? Кто как пришел впервые к 50-никам, кто встретился с ними, кто, может, испугался их, например, как я. Я первый раз так испугался. Они когда склонились на колени молиться, а я же не такой маленький, как видите, я перешагнул через одного, через другую перешагнул в двери и бежать. Прибегают, говорят, что случилось? Я говорю, ужас там творится, ужас! А я говорю, что такое? Да говорят, кто знает что. Правда, говорят, ну-ка, давай Библию. Мы прочитали Библию. Снимали Библию. Снимали, говорят, ну смотри, написано. Ага, ладно, я пошел второй раз. Думаю, теперь не буду убегать, посмотрю дальше, что будет. И вот пастор говорит, ну, Николай, скажи, что ты хотел бы сказать. Я слышу, брат Сергей оказался смелее, он мучился, мучился и говорит, братья и сестры. Ага, а я стоял и мучился. Думаю, ну как обратиться? Скажу, граждане, граждане, помолитесь. Думаю, скажут, ненормальный, не может сказать, как надо. Думаю, сказать, земляки, земляки. Думаю, ну еще хуже будет. Думаю, сказать, люди. Думаю, ну как сказать, братья и сестры, ну не поворачиваются языки, все. Я тогда осмелел и говорю, товарищи, помолитесь за меня. Как рассмеялись все, говорят, ну что ж, товарищи, помолимся, раз уж так, и помолились. И правда, с того времени просто началось новое что-то делаться во мне. Поэтому не так просто, друзья, прийти в истинную церковь со своим багажом и так смело, чтобы обратиться. Не так просто. Придется помучиться, пока уже решишься. Но зато потом, после всего, Бог снимает этот багаж, который носили. И стало легко, и стало славно. Как всем нам сегодня, правда? Аминь. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Значит, мы благодарны. Брата Сергея, ну, мы его могли бы сегодня закидать вопросами, правда? Могли бы, но мы не будем уже долго, потому что время уже все равно к девяти идет. А завтра у нас как будет служение? С десяти. Значит, сейчас вопрос. Значит, мы после служения хотим сделать обед. то скажите, вот сейчас, вот, нас тут человек сейчас около восьмидесяти, девяносто. Скажите, вот, на завтра как решаемся прийти с десяти? Много ли нас придет или нет? Ну-ка. Ну-ка. Ага. Ну, не так много, но можно еще обзвонить. Я еще позвоню в Горост, там хотят лет пять человек приехать. В общем, будем думать, что хоть человек пятьдесят, семьдесят будет. Определяем его пришествие. Какой срок? Значит, Господь сказал, ни дня, ни часа никто не знает. А в отношении года, а в отношении годов, в отношении пять, плюс, минус пять, не знает, хотел бы Господь, чтобы мы знали его пришествие. Я, наверное, ориентируюсь, почему. Когда Господь упрекает евреев и говорит, смотрите на небо, то красно, то багрово, то ведра, то ненастья. Можете определять погоду. А мое пришествие вот не могли определить. То есть он даже укоряет их. Я хочу сказать, хотел бы Господь знать, как мы мыслим об этом, время его пришествия. Это один вопрос бы я такой задал. Теперь, задал бы такой вопрос, брат должен, конечно, знать. Как на все смотрит православие сегодня? Нет ли каких-то провокационных намерений и желаний как-то объявить нам войну? Да, это тоже нам интересно. И вообще еще вот, например, насколько чувствуется сегодняшняя свобода? Вот сегодня свобода? Кто уверовал 40 лет назад, кто знал, как это приходилось нам каждое собрание отчитываться, или штрафом, или оторвут тебе рукав, потому что растаскивали в собрание нас, синяки сестрам оставляют такие, их фотографировали специально, и куда надо, там старались переправить. Вот такое было. То вот хотел бы знать, значит, как вообще зреет обстановка? Сколько времени можно пользоваться этим временем? Тоже такой вопрос хотел, правда же, да? И еще у кого-то, может, какие-то вопросы. То завтра, если мы еще послушаем, соберемся, ну, брат поделится проповедью, да, я так думаю. А потом вопросы еще можем так вот задать. Я думаю, что это нам будет полезно, потому что мы же здесь и должны что-то ожидать, чему-то готовиться, значит, понимать обстановку. Почему? Потому что мы знаем, Слово Божие говорит, что мудрый знает и время, и образ действий. Или устав, такой перевод. Мудрый знает и время, и образ действий. Значит, если мы сегодня имеем мудрость от Бога, то значит, должны примерно знать и образ действий на сегодня. Ну вот мы пока так, да? Пока так. Ну же, ну что еще мы можем? Геннадий, если что-то хочет, может, еще объявить, то пожалуйста, Геннадий. Если все, значит, будем, уважаемые, за нужды помолимся, благодарности скажем, да? И как все. Я могу ответить сразу. А может, попросить? Да, конечно. Давайте спросим. Брат Сергей, ты прислал? Нет, я готов послужить. Я-то приехал. Я могу послужить коротенько, мы подведем на ваши вопросы, если-то, ну... Я в свое время смотрела, и сейчас смотрю канал Союз, да? Это православное. А до того времени мне очень нравилось слушать Кирилла, когда он еще не был избран. И вот буквально за два месяца до того, как он был избран подрядом, он говорил, по телевидению, по первой программе, в 9 часов, по субботу, я просто с мужем с удовольствием смотрели эти передачи, потому что он, как нам казалось, говорился правильно, по писанию. И он говорил, что вы должны понимать, что, глядя на иконы, молиться нельзя. Вы должны понимать, что это не первообраз. И вы должны молиться, закрыт глаза на духовном уровне. Так? На духовном уровне. А вот теперь, когда он стал уже патриархом, в общем, он мало следует тому, что он говорит. Так? Ну, мне... Я кому-то задала этот вопрос, а мне говорят, ну, что ты хочешь это делать? А он стал чиновником православия, так сказать. Вот. А сейчас мне очень нравится слушать Осипова по Союзу. Ну да. Про православный. То есть вот видно, что идет изменение в церкви православной. Он говорил, вот как раз о поклонении конов. Вот рус... Ну, вернее, не русский, а вот православный. Если уж им вбили в голову, что, допустим, икона, неупиваемая чаша спасает от пьянства, так даже если она за сотни вёст от них... Ты знаете, он просто слух неприлично сказал. Они ведь всё равно попрутся туда, понимаете? То есть вот он настолько резко говорил против поклонения иконам, мощам, поклонения мощам, он вообще... Даже Кирилл тогда ещё, когда он говорил про поклонения иконам, он, значит, говорил, что по роду своей деятельности он не часто ездит по лодоческой поездке, и как православный поклоняется мощам, он так, знаете, сделал паузу и говорит, а не суверение или нет. Но, с одной стороны, самое главное, в общем-то... Знает, да, правду, как нужно, а в церкви мало что меняется. Спасибо, сестра. Вы знаете, братья и сёстры, к сожалению, не только Кирилл, но многие священники... Ну, Кирилла лично я не знаю, сразу скажу. Но я знаю некоторых людей, я знал, которые возле него. В Смоленске, по крайней мере, были близки к нему. И знаю... Знал, вернее, многих священников и некоторых епископов, которые были там, наверху. Так вот, некоторые из них прекрасно понимали многие вот эти истины. К сожалению, примерно то, что вы сейчас рассказали, что вот это ужасающее по своим размерам, просто по вульгарности, вот это вот, знаете ли, мракобесие религиозное, вот это просто поклонение мощам, вера в иконы, в челотворные иконы особенно, и прочее. Там священный огонь святой, исходящий якобы на Пасху, там, значит, раз в году. И прочие вот эти мерзости, что, понимаете ли, сегодняшняя пропаганда, значит, российская и светская, и церковная, даже больше светская, я думаю, даже, чем церковная, религиозная, просто-напросто промывают мозги, значит, миллионам соотечественников наших, знаете ли. Вот, понимают некоторые из них, но, к сожалению, я не судья им, но тех, кого я знаю лично, и с тем лично имел возможность общаться на эту тему, я просто увидел следующую картину, что многие из них стали заложниками этой системы. Знаете ли, как вот тот лот, который мучился каждый день, он видел и слышал, Геннадий Беззаконный, и мучился в своей душе, и думаю, а что он мучился вообще? Ушел бы оттуда бы? Да вот парализована воля, знаете ли, парализована мысль как бы человека. Нужно вызволить вот этих вот лотов. Кто их вызволит? Сами они, как правило, не выходят из Содомов. Знаете ли, почему? Потому как мы, думаю, большинство здесь присутствующих прекрасно знают это, что есть духовный мир, он реален. И есть не только Божий мир, и ангельский мир, есть мир бесовский, дьявольский, демонический. И со счетов сбрасывать это нельзя. К сожалению, оккультная зависимость у большинства таких священников явно выражена. Я сейчас про Кирилла не говорю, я его лично не знаю, не знаком с ним, но, по крайней мере, потому что он сделал несколько раз уже, была видна оккультная зависимость, оккультная демоническая зависимость. И даже больше, чем демоническая политическая зависимость, к сожалению. И поэтому я и призываю это молиться, потому что многие священники, не то чтобы все, но многие понимают нелепость даже своего положения, религиозного. Знаете ли, один священник, он уже покойный уже, ушел в вечность, этот человек, знаете ли, был грамотный один священник, я его знал, он больше 50 лет прослужил священником и имел все награды, какие доступны были священнику, но на тему, допустим, о молитве за умерших, о чем-то еще я с ним разговаривал, тогда, молодым священником, и знаете ли, что он говорил, не мы это придумали, не нам это и отменять, мы лишь как бы винтики в этом механизме, вот ты уйдешь, на твое место поставят другого священника, он будет делать то же самое, да еще хуже будет делать, ты хотя бы что делаешь, а он будет еще хуже делать. И понимаете ли, потом, вот по поводу, допустим, тех же самых молитв за упокой, я говорю, отец Ленин, так и так, смотрите, на самом деле, это нелепо, что мы делаем, опять-таки, а что делать, не мы придумали, не нам менять, и все разговоры сводились к этим рассуждениям таким, а потом, знаете ли, я с одним священником разговаривал, пожилым тоже, священником, я говорю, вот так вот так, у меня такие переживания, такие мысли, он говорит, знаешь, отец, грамм 150 на ночь, и все, вот спокойная совесть, знаете ли, и почему наши священники, ну большинство, не скажу, все, но большинство алкоголики, в основном бытовые алкоголики, значит, нет хорошей жизни, не то, чтобы плохо жили материальные священники, нет, как правило, нормально жил материальные, но, от вот этой внутренней пустоты, от бездуховности, от конфликта, знаете, вот сознание, в разуме, еще больше 100 лет тому назад, профессор Голубинский писал о необходимости реформ в церкви православной, и писал, что первостепенной задачей является спасение священства от пьянства, потому что до революционного священства, к примеру, почти 100% было алкогольно зависимо, многие из них были хронические алкоголики, и, понимаете ли, значит, надо было что-то с этим делать, но, Голубинский предлагал ввести сухой закон для священства, или же, по крайней мере, ограничить алкоголь для священнослужителей, значит, ну, на минимальный уровень свести все, но, вопрос, поднятый Голубинским, тут же замяли, знаете почему? Потому что, убери алкоголь от священника, а что взамен дашь? Нечего дать, потому что, знаете ли, вот эти вот, религиозные церемонии, мощи, значит, иконы, кресты, прочие мерзости, это могут лишь потешить некоторые годы, первые, допустим, неофита, какого-то православного, но если человек уже 20-30 лет, 50 лет прослужил священником, его уже на мякине не проведешь, ему нужны какие-то другие вещи, более, а нечего дать? Реальность такова, что нечего предложить сегодня церкви, ну, это было сто лет назад сказано еще тогда, еще в конце 19-го, начало 20-го столетия, вот, но, я знаю, чем сегодня заменить, ну, что дать священникам сегодня? Это Иисус Христос, и скажу так, что, значит, про Кирилл не скажу, но про те, кто возле него находился, по крайней мере, еще 3-4 года там назад, и был его советником, значит, скажу, что эти люди несчастные люди, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойно смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют, это несчастнейшие люди, вообще скажу, вот, очень умные, головастые, но находящиеся в плену, вот этого, просто, ну, реального дьявола, беса, и знаете ли, я провожу семинары, по России, по Украине, последние годы, я провожу чаще всего семинары, уже не просто по истории христианства, а с такой темой, осторожно оккультизм, и стараюсь вскрывать демоническую сущность, допустим, того же самого иконопоклонения, иконопочитания, многие, даже протестанты, недооценивают опасность этой ситуации, просто-напросто недооценивают, знаете ли, а недооцененный враг, это еще худший враг, значит, более опасный враг, изощренный враг, сегодня многие протестанты, через розовые очки, смотрят на все происходящее, и говорят, ну, все-таки стерпится, слюбится, все-таки, как бы, а бы как бы, но верует как-то, значит, все-таки, как-то, как-никак, но как-то что-то в них проявляется, и Бог проявляется, но я скажу так, что гроша вам, этого не стоит такая духовность, и выеденного яйца, не стоит такая церковность, которая без Иисуса Христа и вне Иисуса Христа, грош цена, все наши религиозные демагогии, знаете ли, значит, потому что без Иисуса, без Христа в центре внимания все напраскано, и я в этом убедился на своей шкуре, на своей жизни просто-напросто, и не хочу, знаете ли, скажу, просто за моих братьев переживаю очень сильно, за православных сегодня, за священников особенно переживаю, потому что, ну, услышать сегодня весть, такую здравую, евангельскую, им все сложнее и сложнее. Многие протестанты просто-напросто сегодня, может, в силу того, что пытаются выглядеть хорошими, такими мягкими, пушистыми, такими, знаете ли, обходят такие, как бы, моменты спорные, пытаются, как бы, не говорить об этих вещах, а ведь, братья, послушайте, ведь и домослужители, как и всех лжецов, участь в озере Огненном. Как, в чем же любовь наша тогда, если мы, видя, значит, братьев, идущих в ад, значит, не говорим об этом им, вот это, это не любовь уже, знаете ли, вот, я понимаю, что любовь должна проявляться по-другому, если ты видишь, что опасность впереди, то, пожалуйста, предупреди, скажи об этом другим людям. И несчастные люди, и Кирилл, и его окружение, думаю, это очень несчастные люди, глубоко несчастные люди. И выход для них только лишь один сегодня, это Иисус Христос. Все. Только лишь Иисус. Пока они будут молиться Богородицам и Святым, вот, все, что они будут делать, все будет, ну, понимаете, эффект стены подбеленной. Стена, которая вот вон уже завалится, а ее все подбеливают и штукатурят. Хотя нужен большой такой ремонт, капитальный ремонт. Реформация нужна именно на основании Слова Божьего. И скажу больше, многобожие, что оно делает в разуме? Оно именно убивает вот самое святое в христианстве, самое лучшее. Именно библейское понимание, библейскую уверенность в спасении. Да. Так, вот. Да, пожалуйста. Из вашей лекции я поняла, что православие чему-то делается. Ну, а где ее неопрежно? Ну, не сказали, да. Здесь где хватает ее. Почему же ваше направление называется Матрикская православная церковь? Почему православная? Я думаю, там, где много... Спасибо. Я думаю, там, где много... А, я думаю, там, где много грязи, там нужно много работы продолжить. И знаете ли, то, что диагноз ставится, это не приговор. Я убежден, что даже такой страшный диагноз, как, допустим, многобожий, двопоклонство, оккультизм, это не приговор. Я убежден, что даже если мы скажем эту правду, это не обречение. Потому что, если бы я не верил, допустим, в реформацию церкви православной, я бы давно снял рясу бы и не одевал бы этот крест, и по ногею там не носил бы и прочее, не совершал бы вещи. Но я упрямо продолжаю свое служение, потому что я верю в спасение многих православных христиан и в реформацию православия как такового. Но крест это тоже вообще символик? Да, символика, да. Это крест, по ноге, там, другие, что мы носят на себя, это все внешняя символика, которая не имеет ничего общего, конечно, что же так вот, в библейском христианстве. Согласен? Ну, в общем-то, как-то может, не дождаться, не? Ну, то, что выносите символик. А, нет, я в этом не вижу, а, но ношение креста или по ноге, допустим, для меня это знак моего служения, как, допустим, мой религиозный бейджик. То же самое я нашим священникам так объясняю, руководная нового священника, допустим, вручая там, аксиос там, проглашаю, вручая крест новому священнику. Я каждый раз говорю так, что никто на нас больше того, кто в мире, в иконах-то в самих-то греха-то нету или в изображениях. Понимаете ли, Бог не запрещал, допустим, живопись как таковую вообще, или искусство как таковое, символику. Это из-за от апостола Луки. Простите? Тем более, в моде иконы это списки с некоторых изображений, которые делали апостол. Но, но, нет. Это Евангелие Лука, извините, Евангелие Лука. Да, Евангелие Лука. Есть такое предание, родившееся восьмом столетии аж, но первых семь столетий христианство не знало таких преданий и на самом деле Лука не было иконописцам ни в коем разе. Вот, люди верили в это, особенно в средневековье в это верили, но уже в конце 19-го, начало 20-го столетия вот все вот эти вот автографы Луки, как считали их, там, с десяток добрых этих икон, художники, снимая праздничные слои, придя к первым слоям, допустим, из русских художников, грабарь, он был одним из тех, кто разоблачил этот религиозный миф, значит, снимая красочные слои первые, самые поздние, придя к ранним самым слоям, обнаружили, что вот те иконы, которые выдавались за автограф Луки, это умелые подделки а-ля древней Византии 11-го столетия, ближайшие к нам 13-е столетие или 14-е столетие в учебниках по истории искусств так пишут, по крайней мере, но ни в коем разе ни первое столетие, ни второе столетие. Хорошо. Батюшка Сергеевна, я хочу вам сказать, что я православная церковь. Слава Богу. А, вот я вас слушаю. И я хочу сказать следующее, перед лицом всей церкви, что в основе православной церкви лежит понятие Троицы, Бог Отечества, Бог Сын и Дух Святой. Спасение православной церкви происходит только через Иисуса Христа, через второго Адама. То есть вот сейчас, я слушаю вас, я услышала многое, что не соответствует истинному православному человеку. И очень много священников, глубоко верующих, умных. Как среди обычных людей, так и среди обычных священников, которые есть православие, конечно, есть отклонения. Есть некоторые, есть некоторые, нарушают какие-то заповеди. Но это не значит, не знаю, что в целом, что православие все прогрязывается в Березине. Истинное православие, и которое оно есть, как бы, хочу сказать, что Осипов, это представитель, который сейчас просто через широкие массы говорит об истинности. И если некоторые люди, как бы, вы говорите, да, вы есть некоторые опублики православных, я не представляю. Но реформации здесь, как таковой, я не вижу. То есть здесь просто нужно объяснять людям, что это такое и как нужно себя искать. Потому что есть большая масса людей, которые просто не вдумываются в основы, в основы, которые лежат в православии. Но православные люди, они читают Библию, они ее изучают, они читают Писание, и все прекрасно понимают, что спасение идет только через Исусство. Поэтому не нужно быть готовым, что православие нужно дать в цепи. Там есть там, это основа православной цепи. Спасибо. Я просто это хотела сказать. Спасибо. Ну, не согласен с вами. К сожалению, вы, видимо, слушали меня, но не услышали. Дело в том, что Троица, как таковая, вообще скажу, Отец, Сын, Дух, Святой, это основание не только православной церкви, вообще всего христианства. Основание и Песятнической церкви, и Баптистской церкви, и Католической, любой церкви, христианской, нормальной, именно, не считая секты каких-то определенных. Учение об Отце, Сцене и Святом Бухе это основание, фундаментальное, ну, учение, ну, любой христианской деноминации, считаю так. Вот, я путешествую по России, бываю в разных деноминациях, везде это просто констатирую. Во-вторых, не согласен, почему все-таки, что, то есть, первое, что не согласен, что все-таки учение Троицы это учение общихристианское, это не только православное учение. Второе, что значит, что Иисус Христос, Он спаситель для православных христиан, да, для православных христиан, но православные христиане научены, иерархии, научены, уже многовековая религиозная пропаганда лживая существует, и поэтому обманена эта пропаганда, люди, миллионы людей православных молятся, помимо Иисуса Христа, Богородицы, святым. Вот если вы православный человек, выходите в храм, наверняка в храме вы слышали молитву, Пресвятая Богородица, спасти нас, святой такой, ты помоли за нас. Но, согласно Слову Божьему, это абсурд, это оккультизм, это многобожие. Вот, значит, потом использование мощей, икон, поклонениях, носить крест, это не грех, я считаю, это не грех, это религиозная символика. Вот, но у меня в доме есть иконы, допустим, пример, как иконы, допустим, вот, Тайны вечера, Иисус с учениками, потом у меня есть картина такая, я сам художник по профессии, до церковной моей специальности, и писал когда-то тоже иконы, на библейские сюжеты все-таки стараюсь такие иконы иметь, значит, допустим, Иисус самарянка, Иисус Никодим у меня есть, вот, какие-то другие сюжеты такие, библейские, но вот всевозможные троирующицы и прочее, я их просто-просто уничтожил, эти изображения, в моей квартире этого нету. И, знаете ли, ээээ...